Есть идея? Готовый проект или новый продукт? Нужны деньги на реализацию? Хотите проверить спрос? Думаете о расширении продуктовой линейки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Эта программа «Время пришло» на радио «Московская правда». У микрофона Ольга Шерчнева. И сегодня у меня в гостях авторы проекта «Омайгад! Исследуй свой внутренний мир» Сергей Мусиенко и Дмитрий Алексеев. Здравствуйте, друзья! Добрый день! Добрый день! И, собственно, первый мой вопрос. Что это вообще за такой проект с таким названием необычным? В чем его суть? Да, ну название смешное, мы над ним поработали на самом деле отдельно. Суть проекта звучит примерно таким образом. Нам было очень интересно, поскольку мы представляем такой биомедицинский холдинг российский, который занимается научными исследованиями, всякими разработками, исследует ДНК людей, бактерий, раковых опухолей и всего подряд. Проект был ориентирован на то, чтобы поисследовать множество бактерий, которые живут в людях и вместе с людьми, в одном симпиозе вместе с нами и запустить такой новый, разработать новый тест, который в каком-то будущем мы могли бы запустить на рынке. И нам пошла в голову идея в сентябре прошлого года запустить такой проект в формате краудфандинга. Это фандинг, наверное, все знают, что такое более-менее. Это такая система, когда еще условно до создания продукта ты привлекаешь какую-то активную аудиторию, которая выражает свой интерес, иногда участвует материально в том, чтобы в обмен на какие-то будущие призы или подарки, или участие в проекте. И таким образом ты собираешь довольно большую целевую аудиторию, потом запускаешь проект, и у тебя уже есть какая-то группа людей, которые готовы принимать участие в любом исследовании или эксперименте, который тебе интересно запустить. И в феврале этого года мы запустили на платформе BoomStarter этот проект. У нас была первоначальная идея собрать 100 человек, которые бы приняли участие в таком формате научного исследования. Сразу скажу, что у нас очень классно все получилось, и мы собрали 100 человек за первые два дня, хотя планировали за месяц собрать такую сумму. По-моему, мы ее утроили за следующие оставшиеся дни до окончания проекта. И в конечном итоге у нас около 300 человек приняло участие в эксперименте. Наверное, это один из самых больших подобного рода исследований, которые в России проводились. Это было фантастически интересно. Мы проект сейчас уже, краудфандинговую часть проекта, мы выполнили, мы закрыли ее. В начале июня все люди, которые принимали у нас участие, получили свои результаты. Но если про суть проекта говорить, мне кажется, Дима лучше всего расскажет про то, что такое вообще бактерии, и вообще зачем это. Давайте послушаем. Вообще мы мечтаем о том, что мы сможем в будущем помогать людям быть здоровыми и делать это без всяких таблеток, делать с помощью питания. И путь, который мы выбрали, он такой не очень очевидный на сегодняшний день большинству людей. Он основан на современных достижениях науки. Это путь, который ведет к здоровью через взаимодействие с нашим внутренним миром, мы так его называем, с нашими микробами. И основная часть микробов, которые живут в человеке, это микробы, которые живут в кишечнике. Суть проекта была в том, что мы брали у наших добровольцев, участников, два раза брали анализы, смотрели, какие у них микробы. И в промежутке между этими двумя анализами мы им давали простые, очень понятные рекомендации по поводу того, как питаться более правильно. Мы им сообщали какие-то 10 типичных ошибок питания. Рекомендовали есть больше овощей, продуктов, содержащих пищевые волокна, потому что это основное питание для бактерий. И, собственно, мы им говорили, что не просто ешь ты, а через 2 недели увидите результат. Действительно ли, может ли что-то измениться за счет вашего изменения питания, может ли что-то измениться в лучшую сторону в вашем кишечнике. Могут ли произойти какие-то такие изменения в составе микробов, которые мы потом можем оценить, сравнить с другими научными работами, которые на сегодняшний день. Более 20 тысяч опубликованы работ научных по исследованию микробов кишечника. И более того, в конце, как такой самый главный бонус, мы людям индивидуально рассказываем о том, какие именно им подходят продукты для того, чтобы именно их микробов подкармливать, делать их и микробов, и людей более здоровыми и веселыми. Вот такой короткий режим. Ну да, может быть, надо перемотать чуть-чуть назад и про бактерии рассказать вообще в целом, что за бактерии у нас живут. Вдруг мы обнаружили, как ученые, 10-15 лет назад, что в нашем кишечнике живет огромное количество бактерий, но мы это предполагали раньше, но теперь мы смогли их посчитать, узнать, идентифицировать. Это все вот эти технологии про чтение последовательности ДНК. Эти бактерии очень загадочные, потому что ученые ни разу не смогли вырастить их как-то вот снаружи, в пробирке. Это такие бактерии, которые живут только в сообществе и растут только внутри нашего человеческого организма. Ну не то, что это невозможно, но просто сложности с этим сопряженные, они запредельны для научных коллективов. Поэтому, да, эти бактерии живут в нашем кишечнике. С самого детства они помогают нам не только переваривать пищу, но и в первую очередь бороться с другими бактериями, которые не принадлежат нашему кишечнику. Они очень активно взаимодействуют с нашей иммунной системой. И это сейчас в иммунологии, наверное, одно из передовых будет направлений, как научиться разгадывать этот разговор бактерий и иммунной системы. То есть они могут, например, нехорошие микробы или плохой состав микробиоты ассоциирован с воспалением в кишечнике. И наоборот здоровое разнообразное микробное сообщество кишечника повышает такой иммунный статус, обеспечивает нас защитой от множества других заболеваний. Ну и в конце такой, как вишенка на торте, очень здорово рассказать про то, что сейчас мы также понимаем, что эти микробы, они взаимодействуют еще с нашим мозгом. Они выделяют огромное количество веществ, которые достаточно активны и влияют на наше настроение. И, по-видимому, это эволюционный такой очень древний механизм по поводу того, что есть, когда есть, в каком состоянии находиться. То есть в нас поселились очень давно бактерии, которые всячески нам помогают. Так, значит, сейчас мы, да, слушайте, немножко рассказали, что это вообще такое и о чем. Вот Сергей вначале упоминал, что вы за два дня собрали количество человек, которые хотели бы поучаствовать в этом тесте. Как вы считаете, с чем это связано? Почему так быстро? Было несколько слагаемых успехов. Первое и, наверное, самое главное – это большая подготовка. То есть мы, наверное, условно, с сентября до февраля этого года мы довольно серьезную работу провели по тому, чтобы снять и записать красивый и понятный ролик, который бы рассказал о всем проекте. На самом деле у нас было много очень внутренних противоречий и внутренних сомнений в отношении как самого краудфандинга, так и самого теста. Потому что тест непростой, условно, довольно непростой для сбора биоматериал приходится сдавать. И как бы все это, конечно, вызывало некоторые сомнения, в том числе даже внутри команды. Поэтому достаточно сильно вниманием мы уделили подготовке и с точки зрения качества подачи материала, и с точки зрения призов и самого теста, и того, как он выглядит, и какое ощущение он оставляет у человека, когда он его условно берет в руку или смотрит на картинки. Мне кажется, что ролик сработал сам по себе, как условно вирусный, и у нас было около 2000 репостов за вот эти два дня первых, без вообще какого-то продвижения платного. Это было классно, все произошло как-то само по себе. Мы подключили довольно большое количество каких-то лидеров мнений в области биомедицины в России, которых мы лично знаем, и мы просили их тоже рассказать проектом, поделиться своим друзьям, рассказать и так далее. Это тоже сработало, как мне кажется. То есть у нас там довольно большое было освещение со стороны людей, которые являются такими опинион-лидерами в этой области. Мы подготовились с точки зрения публикаций в прессе или в каких-то журналах. У нас были там несколько довольно больших публикаций, практически день в день выхода запуска проекта. И они тоже, конечно, помогли. Это там десятки тысяч просмотров, тоже несколько десятков тысяч просмотров нам дали. Все вместе, вот это все вместе дало, наверное, тот эффект, который мы ожидали. Хотя, опять же, повторюсь, что мне кажется, что сама по себе тема оказалась тоже интересной людям, как правильно питаться. И мне кажется, сейчас это довольно большой запрос есть со стороны людей. И не так много инструментов, которые могут дать ответ какой-то на этот вопрос в том, чтобы разобраться, а что, собственно, мне есть именно мне, а что мне не есть, а что делать, чтобы мои бактерии себя хорошо чувствовали, чтобы это на мне хорошо отражалось. И вот один из таких немногих инструментов мы пытались людям дать. То есть так вообще получается, что у вас подготовка была очень серьезная? То есть она заняла много времени? Пожалуй, да. Ну да, с сентября по февраль все эти месяцы мы довольно плотно готовились. А сколько человек вообще занималось подготовкой? У нас в команде человек 50. Ну то есть не могу сказать, что они все этим занимались, но, наверное, человек 10 было вовлечено в процесс. А почему сомнения у вас вначале были какие-то относительные? Просто два момента. Во-первых, как мне кажется, и до сих пор, если честно мне так кажется, ну то есть это видно, наверное, по количеству проектов на краудфандинговых сайтах у нас. Сама тематика краудфандинга многим не знакома. Если подойти к какому-то среднестатистическому человеку на улице и спросить, участвует ли он вообще, знает ли он что-то про краудфандинг, многие скажут нет. Вообще даже не знаю, что это слово значит. Это первая тревога, которая у нас была. Я помню, у нас даже был такой спор внутри, что специалисты по подаче материала, они говорят, то, что вы говорите, краудфандинг, микробиоты, это очень сложно, потому что человек не знает оба слова обычные. И нам надо оба этих слова объяснить, и это ужас. Это ужас. Вот так мне... Мультик, мне кажется, очень хорошо сработал. Да, мультик сработал, да. Очень, очень понятно. И вторая история, да, почему мы сомневались, точнее, мы не сомневались, мы действительно хотели проверить. А вообще люди здоровые, да, насколько они могут вовлечься в исследование самих себя, да. И мы, честно, не знали. Могут вовлечься, могут не вовлечься. Это был наш эксперимент, который нам показал, что людям это интересно. И в целом у нас же есть ещё такая привычка, что к врачу мы скорее идём, когда уже что-то болит. Ну, когда уже сильно болит даже, наверное. Наверное, не будет секретом, что в биомедицинском холдинге Атлас достаточно много продуктов, предназначенных для людей здоровых, да, с точки зрения современной медицины. То есть мы хотим взаимодействовать с нашими партнёрами и клиентами, да. Мы не можем назвать это даже сейчас пациентами, да, потому что они не болеют, да. Мы хотим с ними взаимодействовать в тот момент, когда они здоровы, да. И, ну, во-первых, не допускать ситуации возникновения заболевания, да. А на самом деле, что самое классное, да, мы хотим ещё и качество их жизни, их здоровье ещё и улучшить. Угу. То есть сейчас по завершении проекта, завершился он, я считаю, просто грандиозно и очень успешно, потому что, на самом деле, люди, которые даже не особо что-то знают, да, там, про бактерии, а многие это всё не знают, да, кроме тех, кто этим напрямую занимается, само описание проекта и ролика, вообще всё, как вы оформили, очень затягивает. Вот, правда, я, когда его изучала, просто, ну, правда, утонуло и становится очень интересно. Хочется как-то себя узнать, понять. Скажите, вот уже сейчас по завершении проекта, как движутся дела, что происходит вообще? Слушай, ну, на самом деле мы сейчас огромное внимание уделяем тому, чтобы собрать обратную связь со всех наших участников. И очень классно, как мне кажется, одно из самых ценных вещей, которые мы из проекта вынесли, это те самые 300 человек, которые достаточно, там, плотно оказываются вовлечены в диалог дальнейший с нами, они очень комплиентны, они... и мы хотим с ними дальше продолжать работать. То есть это, условно, для нас не единоразовая какая-то акция была, на которой мы, когда мы собрали какие-то данные для себя научные, что-то с ними, там, как-то их проанализировали, написали публикацию, опубликовали всё это и про это забыли. Самое ценное вообще во всём, что мы делаем, это люди, вот, и вот эти 300 человек, которые прошли тест, потом пришли к нам на какую-то научную вечеринку, теперь ходят к нам, слушают лекции в офис, мы сейчас будем приглашать проводить ещё дополнительные исследования какие-то, которые интересно состыковать с теми данными, которые мы получили в результате исследования. Вот это для нас самое главное. И сейчас мы собираемся всех людей и обратную связь. Тут сложность и самое интересное, и самое сложное в проекте для нас заключалось в том, что, на самом деле, в таком формате, как мы делали это исследование, никто его не делал вообще для нас. То есть, условно, не было какого-то бенчмарка, на который можно посмотреть и понять, как надо делать. Какие здесь рисовать графики, что здесь писать в отчёте, какие здесь описания бактерий давать, говорить ли людям, что такое условно-патогенная или патогенная флора, пугать ли их этим или нет. То есть, было миллион вопросов у нас самих, на которые мы пытались найти ответ, таким образом, чтобы правильно донести информацию людям, и она была им понятна ещё при этом, условно, в каком-то научно-популярном формате. И полезна одновременно. То есть, вот это было очень непросто, и теперь мы пытаемся понять, а всё ли мы сделали так, что людям осталось непонятным, как нам доработать отчёт так, чтобы люди лучше его понимали и больше применяли его в жизни и так далее. Вот на все эти вопросы мы сейчас пытаемся ответить. Поэтому, на самом деле, у нас нет моментального продолжения краудфандинга, как там, какого-то коммерческого продукта, который бы мы вывели сразу же на рынок и продавали его, потому что мы берём для себя достаточно большую паузу, чтобы собрать данные, проанализировать, понять максимально оптимальную форму отчёта, которую давать людям, в том числе с точки зрения врачей, не только с точки зрения конечных потребителей. И уже когда всю эту работу мы закончим, тогда мы сядем и начнём думать о том, чтобы внедрить это как отдельный тест или как-то тест-систему на рынок. То есть получается, что вам тут сложнее, чем многим пришлось, потому что очень часто же авторы, когда собираются упускаться, они смотрят проекты в похожих категориях, как-то что-то узнают, а вы первые. Мне кажется, да. Здесь надо сказать, что, конечно, похожие проекты есть, и самый большой успех имел Мибиом, такой американский проект, по исследованию бактерий при помощи краудфайдинга. Но когда Сергей говорит, что это уникальный проект, уникальность его заключается в том, что в конечном итоге мы и делаем научные исследования. То есть там люди сдали анализы, получили какие-то результаты, и больше об этом никто ничего не знает. Мы же скорее, мы все эти данные опубликуем, то есть они достаточно открыты, у нас все проводится в настоящем формате научного исследования, есть этический комитет, который проводил заседания, обсуждал все документы, то есть это все оформлено, и мы результаты эти покажем. И это становится интересно, почему это интересно как научная история, потому что есть просто московские добровольцы, 300 москвичей, и мы ничего не знали о том, как устроен человек в Москве с точки зрения бактерий. И теперь знаем больше всех. И это, конечно, это один из таких результатов, которые нас радуют. А помимо вот этих 300 людей, наверняка же были те, кто пытался еще попасть? Ну да, были люди, ну и на самом деле у нас постоянно до сих пор многие люди пишут и спрашивают, когда же можно, когда можно еще принять участие, когда будет готов продукт, пока мы их ориентируем на осень. Ну то есть, да, сейчас коротфандинг закрыт, как та часть научного исследования, которая нам необходима была для того, чтобы собрать начальную базу данных, просто вот там по московской популяции. Сейчас мы берем тайм-аут до сентября, наверное, и там скоро какой-то анонс сделаем по этому поводу. Ну то есть еще ожидается, что... Пишите, пожалуйста. Мы всех записываем в отдельный список и никого не забудем. Ага. То есть вот я уже спрашивала, да, сколько людей над этим работало, команда у вас достаточно большая, но я понимаю, что именно плотная увлеченность, да, была у меньшего количества людей. Вам какой-то из этапов показался наиболее сложным, может быть, да, что было вот более трудоемко? Ну, давай. Давай. Самый сложный этап – это вовремя, да, в тот момент, когда люди, по крайней мере, этого ожидают, вернуть им какие-то результаты. И мы, если честно, два или три раза там и внутреннюю, внутри, да, нашего коллектива и внешнюю дату переносили. И тоже для нас этот проект, ну, кроме того, что все эти радужные истории, да, рассказали, мы внутри попробовали работать вот с новым биоматериалом, с большим количеством людей, которые приносят анализы одновременно, там, какие-то температурные условия хранения, логистика, перевозка в лабораторию обратно и так далее. То есть, на самом деле, мы там внутри набили огромное количество шишек и сложно было в тот момент, когда мы-то им пообещали, что это будет, ну, я не знаю, 1 мая, да. И вот теперь надо им написать, почему это будет не 1 мая 15-го, а 15-го надо было написать, почему это будет не 15-го, а 1 июня, и, наверное, потом 2-го или 3-го мы выслали, ну, так. Ну, это было сложное для меня, но, с другой стороны, это очень драйвово, потому что, ну, опять же, может, не все 50 человек, но команда в этот момент очень круто сплотилась. Помню, что у нас просто не было майских праздников, все пришли и находились в офисе, там, все доделывали, допиливали, наводили красоту и так далее. Кто-то сидел по ночам, там уже финальные верстки делал этих отчетов. И, наверное, это вообще один из моментов, почему мы этим занимаемся, да. Потому что нам нравится работать в таком режиме, ну, это прям супер, это нас вдохновляет. Какие у вас были ожидания перед тем, как вы вообще собирались запускаться, как только появилась эта идея, и как это сейчас можно сравнить с тем, что вышло? Ну, знаете, ну, прям вот не было прям вот каких-то таких сверхожиданий, если честно. Никогда мы не думали, что вот там все окажется настолько успешно, как это получилось. Собственно, я вот говорил, что там часть команды сомневалась до самого последнего момента, когда мы уже готовились нажать клик на BoomStarter, чтобы запустить проект. Кстати, могу рассказать интересную историю. Очень команда BoomStarter, она в какой-то момент помогла, вот ровно там за 5 минут, по-моему, до того, как мы опубликовали проект на Kickstarter, у нас на BoomStarter. Менеджер с платформы позвонил нам и сказал, что у нас была такая система вознаграждения изначально, мы хотели там пойти по классической схеме, когда в качестве вознаграждения людям предлагается какая-то футболка, что-то у нас еще было, значки, наклейки, какие-то ноутбуки, и, собственно, участие в тестировании самом. То есть, условно, какие-то призы в категориях 100 рублей, 500 рублей, что-то такое, 1000 рублей, и там 5000 рублей стоит участие в тесте, в исследовании. И в самый последний момент, там за 2 минуты до того, как мы запустили проект на BoomStarter, какой-то менеджер позвонил нам и говорит, ребят, если вам нужно, если у вас конечная цель собрать, не знаю, 100 человек, которые примут участие в исследовании, вам надо делать не 100, 200, 300, там 5000, а вам надо делать 5000, 5100, 5200 и 5700. Ну вот условно вот такие вот призы. И в этот момент я понял, что это действительно так. То есть, в этот момент мы действительно все там убрали, переделали всю компанию за там 15 минут и запустили. И вот именно это сработало. То есть, вот это был очень классный момент, когда там в самую последнюю секунду мы там действительно что-то поняли, исправили, и команда BoomStarter тоже помогла. Спасибо. Ну как там теперь поживают сомневающиеся люди? Все рады. Все очень рады. Нет, на самом деле, правда, то есть, проект был очень непростой, даже не только с точки зрения логистики, с того, чтобы собрать там 300 тестов по два раза у людей, каждому дать рекомендации, с каждым пообщаться, там миллион раз позвонить и организовать доставку туда-обратно, потом все это отвезти в холодильнике, в лабораторию. Даже с научной и просто там технологической точки зрения проект очень непростой, потому что нам приходилось работать с образцами стула, и это отдельно, ну в смысле, в том числе лично в каком-то виде, да. Нам приходилось секвенировать бактерии, которые мы оттуда выделяли, потом работать с этими данными секвенирования, это очень, это там как бы, наверное, это можно сказать, что это передовой край научно-технологического развития на сегодняшний день. Там вот все научные публикации, огромное количество научных коллабораций, институтов, которые трудятся над этими вещами по всему миру, вот все эти знания научные нам пришлось сегрегировать, учесть там в едином проекте в очень сжатые сроки на самом деле, превратить это в красивый и доступный для конечного потребителя отчет, то есть на самом деле в то, что мы сделали, это мы сжали, сжали все накопленное научное знание на сегодняшний день про бактерии в какой-то там стостраничный отчет для каждого человека. И это очень само по себе просто с технологической точки зрения крайне непросто, вот, но очень интересно. Друзья, я вот так вот понимаю, что у вас резко поменялся режим работы, да, в связи с этим проектом, все стало как-то ускорено, усилено, вот даже не было майских праздников. Как вы, это же достаточно серьезные какие-то нагрузки получаются. У меня ощущение, что мы постоянно так работаем. Если честно, просто на самом деле в Атласе огромное количество проектов и... Вы уже были подготовлены. мы были, во-первых, подготовлены, потому что это не первый тест, там, достаточно инновационный научный тест, который мы запускали, и мы со всем этим справлялись уже там и раньше, поэтому более-менее все привыкли в таком режиме какой-то там сильной динамики жить, вот, и команда у нас такая, ну, там, крайне сплоченная и готова на многие вещи, там, не спать ночами или работать на выходных. Там, для нас это норма тогда, когда это необходимо. Вот. не знаю, как ты со страстом справляешься? Я овощи ем больше. Нет? А я бегаю. А я бегаю. Хорошо, то есть, сейчас еще раз, я помяну про то, как вы готовились к компании. Вы, ну, получается, изучали, да, изначально, как все это нужно правильно делать, как, да, что будет давать больше шансов на успех. То есть, какой-то период изучения тоже присутствовал, и потом, получается, просто распределяли, да, задачи, кто за что будет отвечать. Ну, примерно так, да, то есть, там, мое понимание на текущий момент вообще с точки зрения всего краудфандинга, как он есть, что мне кажется, что проекты делятся на два типа больших. Это условно продуктовый краудфандинг и краудфандинг благотворительный, ну, или там, не знаю, я, 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 какое-то внутреннее название. То есть, благотворительный в том смысле, что люди, там, принимают участие в каком-то проекте, в результате которого получают какие-то очень условные призы или вознаграждения, типа, там, открыть школу или, не знаю, клинику где-то там в Африке, например, вот. В отличие от продуктов, от продуктовой версии краудфандинга, и мы, конечно, посмотрели и найти на другие проекты, там, сориентировались на продуктовые, на продуктовые успешные компании. На самом деле, мне кажется, их в России не очень много. Мне кажется, можно там по пальцам, наверное, на одной руке перечислить какие-то, правда, красивые, яркие истории, которые в краудфандинге сработали. Поэтому больше, в большей степени мы смотрели на Kickstarter, IndieGoGo, американские аналоги, смотрели, как это работало там, пытались придумать что-то свежее, что-то новое и более понятное. Ну, и вообще, в целом, сделать что-то так, чтобы это все красиво выглядело, с точки зрения дизайна и оформления, и там призов, и коробок, и всего остального. Это всегда работает, если ты говоришь про какие-то продуктовые проекты. То есть, вот давайте сейчас, да, уже спустя время проект успешно завершился, вы наверняка вынесли, да, какие-то уроки. Какие советы вы теперь можете дать тем, кто, возможно, собирается запускаться? Что такое основное, что вы для себя выделили? Вообще, классно это сделать. Да, то есть, если есть мысль такая, это сделать, то надо это сделать, и прям в этом не сомневаться, первое. И второе, что, я бы сказал, прям, классно понять, кто будут эти люди, и зачем им это надо, и как они это будут использовать, и как им объяснить по-простому, по-человечески, на человеческом языке, да, как, ну, что это такое. Да, все делают всегда что-то новое, а есть же еще такая сложность, что мы внутри говорим уже на другом языке совершенно, и нам кажется, что это вообще норма, да, что всем будет понятно, если мы так скажем. А на самом деле, ну, Сергей говорит какие-то слова, я слушаю его и думаю, интересно, ну, а вот вообще людям понятно, то, что, ну, то, что мы... Просто снимем, а? Да, да. Вот. Ну, то есть, как бы, прям вот понять, кто эти люди, которые будут тебе помогать. И третье, что тоже очень круто, по-моему, Сергей был номер один. Ты был номер один. Да, я был номер один, а на Бомбстартере этот покупатель, да, Сергей номер два, покупатель, а потом вечером я сел просто у компьютера и открывал Facebook и друзьям посылал ролик и отвечал на вопросы. Сидел до трех ночи и я прям видел, как после этого там щелкает и так далее. Я пишу Сергею, слушай, прям вот просто работает людям на Facebook непонятным, которые твои друзья, которых ты там несколько раз в жизни видел. Можно писать, они смотрят, задают вопросы и кто-то такой, ой, а мне там себе и там и дочке, и жене, и тестью. то есть это такой крутой способ свою идею проверить? Сто процентов. Нет, наверное, лучшего способа, нет более дешевого способа проверить какие-то гипотезы, причем огромное количество разных гипотез внутри одного проекта, чем краудфандинг. То есть там с точки зрения отдачи на инвестиции при проверке гипотезы, наверное, это самый условно выгодный какой-то метод попытаться что-то запустить. Вот, это действительно так, это работает. И еще очень важно не только проверить свою идею, а на самом деле идея в этот момент она кристаллизовывается совсем по-другому, но она меняется, потому что, ну, прям, это боевые условия для нее. Да, ты ходишь, ее думаешь, может быть, написал, там, с кем-то обсудил, и это все не то. Да, ну, другой есть момент, что ты принес уже на завод там и сделал миллионную партию, и вот в этом промежутке история про краудфандинг, когда, здесь мне еще что нравится, что на самом деле люди, ну, они как бы снисходительны к тебе здесь, да, то есть они, как бы у них нет такого отношения, что они пришли в магазин и купили, да, они, при этом это не умаляет нашей ответственности, да, но просто видно, да, там, человеческая поддержка, да, ну, такой классный был пример, что вот мы выпустили эти отчеты, разослали друзьям, ну, друзьям в смысле трехстать человеком, и люди, которые нас знают, нам пишут, слушайте, ребята, а у вас там вот это не работает сейчас, и вот, и в очень такой доброжелательной манере, да, потому что они понимают, что там, мы там фигачили, 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 вот это сделали, ну, и какие-то маленькие косички полезли, и они понимают, что они в этом участвуют, да, то есть это, это есть второе слово, еще более непонятное, которое называется краудсорсинг, да, что они понимают, что они часть этого, и мы даже в предложениях пытались сохранить этот смысл, который написан на сайте, да, что, ну, как бы, прими с нами участие, да, ты не просто там донор материала или денег, не дай бог, да, ты с нами поисследуй, да, и то, о чем говорил Сергей до этого, что эти 300 человек с нами остались, и это вот, это самое классное, да, вполне возможно, да, что это вообще в целом такой классный подход к современной медицине, чтобы человек не был в стороне, да, ел непонятные таблетки, прописанные доктором, чтобы он в этом разбирался, это ему, во-первых, интересно, да, остается только решить главный вопрос, как сделать так, чтобы это ему было понятно, там, без специального десятилетнего образования, биомедицинского, или еще чего-то такого. Мне кажется, что вы, в общем, такую вещь сделали для людей более понятной, и доступной, что им теперь, ну, грубо говоря, не страшно что-то узнавать о себе, не кажется, что это все очень сложно, там нужно что-то идти к врачу, чтобы он там все проверял тебя, какой-то индивидуальный подход тебе составлял, что вот, как бы, это все реально, то есть ты можешь быть сопричастен к этому, это все очень... Ну, мы там не умаляем важности похода к врачу при этом. Понятно. И медицинский холдинг, мы в том числе медициной занимаемся, и, конечно, конечно, вовлечение врачей в проект подобного рода, оно супер важно, и там мы на самом деле в течение всего проекта постоянно там в полноценном режиме работали с врачами нашей клиники, там с гастроэнтерологами, с диетологами, и там с первого дня до последнего они тоже вместе с нами работали над отчетом, над системой интерпретации всех этих данных, и прямо сейчас мы продолжаем с ними работать над тем, чтобы отчет улучшить, и сделать его там вторую версию, которая была бы и самим врачам тоже понятна. В таких проектах, правда, сложность, она удвоена, потому что ты должен думать не только о людях, но и в том числе о врачах, которым эти люди потом принесут твой отчет и спросят их какой-то совет. И сложность от этого возрастает многократно, потому что с некоторыми технологиями врачи сами оказываются иногда незнакомы, и надо тоже про них рассказывать, надо сделать так, чтобы они были им тоже понятны, и чтобы врачи знали, как эти, собственно, результаты этих отчетов потом применять в какой-то практике, и что говорить пациенту, это тоже отдельная большая работа, которую надо делать. Поэтому на самом деле то, что мы сделали проект, на самом деле это там два проекта в одной коробке, там отдельная часть проекта для пациента, отдельная для врача, и то, и другое должно быть понятным. Поэтому, мне кажется, это одна из причин, почему вообще, несмотря на то, что Дима очень правильную вещь сказал, о том, что это правда, какой-то новый формат к запуску биомедицинских технологий или продуктов на рынок, их не так много. То есть, если мы смотрим на краудфандинг, мы основываем, я не знаю, какую-то продуктовую его часть на американском рынке, вы вряд ли увидите большое количество каких-то инновационных тестов или тест-систем. Они есть, но их немного. Есть интересные вещи, типа там анализы крови на дому, всякие интересные датчики. Сейчас начинают появляться, но их тоже немного, потому что сама по себе технология, все, что связано с медициной или анализом каких-то показателей связанных со здоровьем человека, это отдельная огромная область, которая суперъемка с точки зрения научного подхода, медицинского, и все это приходится учитывать. Да, в общем, это не просто, но это очень-очень интересно. Я вот, да, сейчас вас слушаю, понимаю, что так круто, что у вас это получилось. И вы теперь, и, наверное, тут еще важно сказать, что краудфандинг, это вот тут намного ценнее вот это доверие людей, которые вы себе получили. Вот эти люди, которые вам теперь верят, которые интересуются тем, что вы делаете, это, наверное, вот очень важный такой момент краудфандинга, потому что поддержка людей, да, это здорово, когда помогают там деньгами или как-то еще, но вот именно то, что вы завоевали, да, доверие людей, это такая репутационная история, вот, мне кажется, что это тоже очень большая ценность. Сто процентов. Сто процентов. Единственное, что могу добавить, наверное, и это очень важно, и на самом деле для любого, кто будет какой-то свой краудфандинг запускать на Бумстартере, всегда следите за сроками, можете ему сказать. Да, мы на такой позитивной ноте, наверное, да, будем завершать, да, за сроками, правда, следить нужно, это важно, ну, по крайней мере, если что-то переносится, нужно об этом повещать, конечно, у спонсоров, да, это важно, не теряться и быть всегда на связи. Друзья, я напоминаю, в гостях у меня сегодня были Дмитрий Алексеев и Сергей Мусиенко. Друзья, спасибо вам большое, что пришли, это было безумно интересно, к сожалению, да, хронометраж программы не позволяет говорить больше, но у меня еще очень много вопросов к вам, на самом деле, и я буду вас ждать, на самом деле, на Бумстартере, на следующее интервью. Сергей, Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли, и я, наверное, желаю вам только продвижения в дальнейшем. Классно, спасибо большое. Да, можете тоже попрощаться с нашими слушателями. Это была программа «Время пришло», у микрофона была Ольга Шершнева.